Почтные Индии пишут, да, Юрий, привет. Смотрят нас действительно не только в России, несмотря на то, что наш сегодняшний вебинар проходит именно на русском языке. Я стал просить, чтобы люди действительно писали вообще откуда они смотрят наши вебинары, и оказывается, что это действительно весь мир. И сейчас у нас очень большое количество стран. Так, пишут плохо слышно. Именно всем плохо слышно или только Саше плохо слышно. В общем-то, действительно смотрит отовсюду. Так, очень тихо. Скажите, сейчас как? Тихо, громко. Должно быть хорошо. Можно чуть громче. Странно, почему меня плохо слышно. Тихо. Так, очень непонятно. А, так, я понял, с чем это может быть связано. Вот, теперь меня должно быть слышно хорошо. Все, спасибо, что подсказали. Действительно, настройки с прошлого вебинара были настроены немножко иначе. Все, теперь смело можно начинать. Я думаю, у вас много вопросов, особенно в преддверии того, что сегодня у нас прошел внеочередной первый и стартовый вебинар нового формата. Он у нас проходил сегодня в 12 часов по московскому времени. Я об этом тоже сегодня расскажу. И расскажу о том, как будут проходить наши вебинары. Я думаю, что вопросов много. Но все же предлагаю для начала коснуться нашей основной темы, ради чего и проходят вебинары по вторникам. А сегодня у нас вебинары проходят именно для тех, кто впервые познакомился с проектом двигателя Дуинова, кто еще ничего не знает или знает посредственно о технологии совмещенных обмоток Славянка, но его интересуют инновационные технологии, инновации и отечественные разработки, которые происходят у нас в России. Ну и, конечно, практически каждому интересно на этом зарабатывать, зарабатывать на своих инвестициях и тем самым развивать нашу российскую экономику и те предприятия, которые мы можем сейчас сделать, и те технологии, которые мы можем создавать у нас здесь, благодаря тем талантливым инженерам, которые проживают у нас на территории России. Меня зовут Павел. Именно я для вас сегодня проведу вебинар. Я один из участников команды, который занимается развитием, продвижением и привлечением инвестиций в проект двигателя Дуинова. После того, как я проведу презентацию самого проекта, я отвечу на ваши вопросы. Так что, если у вас есть вопросы, вы можете их писать уже сейчас в чат вебинарной комнаты. Я после того, как презентацию расскажу, обязательно на все ваши вопросы отвечу. Так что, можете начинать вопросы писать. Я вижу, что вопросы уже есть, много вопросов по вебинарам. Сразу скажу то, что в четверг вебинары будут, поэтому это вебинар именно другого формата. Но давайте об этом во всем поговорим немножко позже. То есть, можете приходить смело минут через 30-40, если вы не новичок, но хотите именно рубрику «Ответы на вопросы» сегодня посетить. Я же начну с презентации. И, конечно, когда мы говорим про проект двигателя Дуинова, мы в первую очередь говорим об инновациях и о тех людях, которые эти самые инновации создают. И проект двигателя Дуинова называется не просто так. Действительно, у нас в России есть такой талантливый инженер-разработчик, как Дмитрий Александрович Дуинов. Человек, который заслуживает отдельного внимания не только, потому что он занимается совмещенными обмотками славянка. Но сегодня мы говорим именно об этом. И Дмитрий Александрович Дуинов – это именно тот разработчик, которому удалось сделать инновацию в области электродвигателей. И именно благодаря его усилиям сейчас компания может создавать двигатели нового поколения. И давайте я вам расскажу, что вообще все это означает, как это работает и как вообще на этом может заработать каждый желающий вместе с нами, вместе с компанией, вместе с проектом двигателя Дуинова. Начну я говорить именно о двигателях, чтобы вам было понятно вообще, в чем фундамент, в чем основа технологии и проекта в целом. И что такое электродвигатели, я думаю, вам понятно. Электродвигатели используются абсолютно везде. Они используются в бытовой технике, в насосах, в электроавтомобилях, в сельском хозяйстве, в промышленности. То есть проще сказать, то, где они не используются. И нам нужно знать, что 80% всех электродвигателей в мире это асинхронные электродвигатели. Асинхронные электродвигатели это самые популярные электродвигатели в мире, по той причине, что они наиболее доступные, простые, надежные. Их можно использовать в огромном количестве различных направлений. В общем-то, что на данный момент и делается. На текущий день более 10 тысяч видов различных асинхронных электродвигателей существуют, которые применяются в самых разных областях промышленности и жизни людей. 7 миллиардов единиц выпускают ежегодно самых разных асинхронных электродвигателей. Еще 7 миллиардов проходит капитальный ремонт. Около 9 миллиардов на текущий момент миллиардов асинхронных электродвигателей в мире функционируют. И они же потребляют 60% всей промышленной мировой электроэнергии, что является основным потребителем самой промышленной электроэнергии, которую мы знаем. И дело в том, что асинхронные электродвигатели в своей конструкции имеют так называемую помодку, которая классически выполняется двумя методами. Это метод звезда и метод треугольник. Возможно, вы об этом слышали по той причине, что придумано это уже достаточно давно. Это десятки лет назад уже эта технология используется. В общем-то, так оно и было. И именно здесь и кроется инновация Дмитрия Александровича Дуйнова, которую он совершил вместе со своей командой, работая над асинхронными электродвигателями. И именно ему удалось в одном электродвигателе применить сразу два типа таких обмоток. В его электродвигателях обмотка и звезды, и треугольника, то есть совмещенная обмотка. В итоге мы получаем так называемую совмещенную обмотку славянка. Именно так называется эта технология, в которой присутствуют и звезда, и треугольник. И до этого, конечно, были попытки до Дмитрия Александровича подобный метод сделать, подобные совмещенные обмотки. Но никому это не удавалось, и Дмитрий Александрович Дуйнов смог основные принципы совмещенных обмоток установить, их же прописать. И в итоге получить не один десяток патентов на совмещенные обмотки, о которых я немножко позже также расскажу. Давайте для начала остановимся на том, вообще для чего эта технология применяется к электродвигателям, и на что способны электродвигатели с совмещенными обмотками. Почему мы говорим, что это электродвигатели нового поколения? Первое, конечно, что хотелось бы отметить, это экономия электроэнергии. Дело в том, что до 40% электроэнергии экономят двигатели с совмещенными обмотками. Это очень ощутимый показатель, которыми не может похвастаться сегодня ни одна другая технология. Но если и может, то это двигатели гораздо больше, гораздо дороже, нежели то, что сейчас делает Дуйнов. Стоит отметить также снижение себестоимости на фоне того, что делают конкуренты с классическими технологиями. Себестоимость двигателя с совмещенными обмотками на 30% меньше двигателей с обычными обмотками. И имея одно и то же количество сырья, мы можем сделать вместо двух двигателей три двигателя. Повышение надежности сервис-фактор 2,5% очень важный элемент. И надежность это то, чем может гордиться совмещенные обмотки славянкой. Есть огромное количество различных других преимуществ. Я о них сегодня не буду рассказывать. Это более тонкие инженерные подробности. Можете ознакомиться с ними в наших официальных ресурсах. Я расскажу о том, что двигатели, совмещенные обмотками славянкой, имеют наивысший класс энергоэффективности. И это очень важно. Дело в том, что на текущий момент в мире существует такая объективная шкала, насколько энергоэффективен тот или иной двигатель. И двигатели с обычными обмотками, звезды или треугольник асинхронные, имеют наинизший класс энергоэффективности Е1. В то время как те же асинхронные электродвигатели, которые делают дуинов со своей командой, имеют класс энергоэффективности Е3 и Е4. Что является самыми высокими классами энергоэффективности в мире. На данный момент невозможно создать двигатель энергоэффективнее, чем то, что делает дуинов. А те компании, которые делают подобные двигатели с подобной энергоэффективностью, они все равно не могут сравниться с тем, что сейчас создается благодаря совмещенным обмоткам. По той причине, что это гораздо дороже, нежели двигатели с совмещенными обмотками славянка, иногда даже в десятки раз. А также гораздо больше по размерам, то есть тех же характеристик другие компании не могут достигнуть при том же весе и при том же габарите, что двигатель с совмещенными обмотками славянка. И это предельно важно. Это важно по той причине, что если раньше мы говорили о том, что весь мир нуждается в электродвигателях. Сегодня мы знаем, что электродвигатели есть абсолютно везде и сейчас уже речь стоит не о том, чтобы внедрить электродвигатели по всему миру, а о том, чтобы внедрить энергосберегающие технологии по всему миру, чтобы использовать энергоэффективные двигатели. И та компания, которая первая сможет предложить рынку энергоэффективный электродвигатель, дешевый, доступный, надежный, она и станет новым лидером рынка. А другие же компании уйдут, как когда-то ушел кодек, который не смог перейти на цифровую камеру, причем будучи гигантом до этого в области фотопленки. И когда мы говорим про энергоэффективность, почему сейчас это один из основных трендов в мире, почему технологии совмещенных обмоток славянкой здесь актуальны как никогда, это, друзья, связано в первую очередь с экологической обстановкой, которая на данный момент существует в мире. Дело в том, что электродвигателей все больше и больше, при этом потребляется электроэнергия все больше и больше, соответственно, ее больше и вырабатывается. При этом выработка электроэнергии является одним из самых пагубных факторов, влияющих на окружающую среду и на охудшение вообще экологической обстановки в мире, потому что в процессе выработки электроэнергии загрязняется почва, вода, воздух, увеличивается озоновая дыра, парниковый эффект наступает. То есть это именно те проблемы, о которых везде говорят, но не все воспринимают это всерьез. На самом деле, если ничего здесь не изменить, мир неминуемо ждет экологическая катастрофа, поэтому все мировые компании крупные, которые могут влиять на процессы, проходящие в мире, имеющие большое количество предприятий, все переходят на энергосберегающие двигатели. И, соответственно, вопрос, да, тут самый главный, что мы можем здесь изменить? Мы же не можем просто взять и перестать наращивать использование электродвигателей, мы не можем остановить прогресс. Но мы можем с вами делать электродвигатели энергосберегателями, чтобы делать так, чтобы они потребляли меньшее количество электроэнергии, но при этом вырабатывали то же количество, делали то же количество полезной работы. И именно это и дает совмещенные обмотки славянка тем электродвигателям, где она применяется. И на текущий момент тренд энергосбережения – это один из самых главных трендов в области охранения окружающей среды и экологии земли. И абсолютно все правительства и все компании, которые этим обеспокоены, а к этому неминуемо придут все со временем, все они нуждаются в энергосберегающих технологиях, которые мы сейчас можем им предоставить. Именно поэтому наша технология получает признание не только от правительства России, но и от правительства других стран, в частности от Китая, где наша технология была признана как топ-9 самых важных технологий для Китая в области энергосбережения и сохранения окружающей среды. А также нами был получен ряд грантов, также от китайского правительства, для развития технологии и для популяризации совмещенных обмоток на территории Китая. Китай в свою очередь является главным потребителем и производителем электродвигателей в мире. Они же являются мировым заводом, для них это особенно актуально. Чем вопрос все это подтверждается? Подтверждается это, вот мои слова, да, как вообще это проверить? Подтверждается это, конечно же, в первую очередь большой научной базой, которая была сделана Дмитрием Александровичем Дуиновым и его компанией. Я вам напомню, что для того, чтобы эффективно заниматься энергосберегающими технологиями и в том числе совмещенными обмотками «Славянка», Дмитрий Александровичем Дуинов вместе со своими партнерами, коллегами создали компанию АЭС и ППП. Случилось это в 2001 году, то есть 18 лет назад, и в рамках этой компании и шла работа над технологией все предыдущие годы. Ну, соответственно, было получено не один десяток патентов, как я уже сказал. Был приведен не один десяток исследований, причем эти исследования проводились в рамках независимых лабораторий. Проводились они как самой компании, так и партнерами, которые выступали как потенциальные заказчики технологий для того, чтобы убедиться в том, что совмещенные обмотки действительно эффективны. Также исследования проводили те партнеры, с которыми компания АЭС и ППП уже сотрудничала в рамках совмещенных обмоток «Славянка». И это так называемые лицензионные обмотчики. Если кто-то из вас думал, что совмещенные обмотки «Славянка» существуют только в виде чертежей, исследований и патентов, то, конечно же, это не так. Дело в том, что на данный момент у компании АЭС и ППП существует более 100 лицензионных обмотчиков. Это компании и физические лица, которые занимаются ремонтом, обслуживанием асинхронных электродвигателей. И с ними компания АЭС и ППП заключила лицензионные соглашения, которые дают право лицензионным обмотчикам работать по технологии совмещенных обмоток «Славянка», оказывать услуги своим клиентам и получать прибыль благодаря совмещенным обмоткам, что они успешно делают. Часть прибыли они, конечно, отдают компании АЭС и ППП по лицензионному договору. И эта работа была крайне важна не только, конечно, потому, что благодаря этим деньгам компания АЭС и ППП имела возможность заниматься технологией, заниматься развитием совмещенных обмоток «Славянка», потому что вся работа шла только на те деньги, что компания получала, введя коммерческую деятельность. В тот же момент лицензионные обмотчики позволили, благодаря им была проделана колоссальная работа, которая позволила показать всем, что совмещенные обмотки действительно эффективны. Они применили их к сотням тысяч различных электродвигателей, и, соответственно, самых разных назначений, синхронных именно электродвигателей. Мы можем теперь знать и видеть, что результаты точно не были подтусованы, что совмещенные обмотки действительно подходят ко всему спектру синхронных электродвигателей, как, соответственно, об этом и заявлялось. Но, конечно, для популяризации технологии проще людям объяснять, на что способны совмещенные обмотки, когда мы говорим про конечный продукт, про опытные образцы, где была примена технология, и когда, допустим, когда мы видим телефон, мы говорим, что он мощный, у него игры не тормозят, условно говоря, там много фотографий помещается, а там сколько у него ядер, и по большому счету, ну какая тебе разница, да, главное, чтобы он работал справа. Соответственно, такие решения, конечно же, командой были подставлены рынку, и было сделано большое количество опытных образцов, благодаря которым во многом обыватели и узнали, что такое совмещенные обмотки, на что они способны. И первое, о чем я хотел бы рассказать, это мотор-колесо Дуйнова, то, о чем говорят, ну, наверное, сегодня уже везде, кто так или иначе связан с электротранспортом, с инновациями, поскольку это действительно очень знаменитый и популярный на данный момент продукт. Но стоит отметить, что, конечно, это не единственная разработка Дмитрия Александровича, и мы здесь говорим в первую очередь о технологии, которая позволяет создавать самые разные электродвигатели, но мотор-колесо, как конечный продукт, он позволяет увидеть, на что совмещенные обмотки способны. Почему вообще я получил такую широкую популярность мотор-колесо Дуйнова, и почему о нем так много говорят сегодня? Дело в том, что то, что сейчас делают китайцы, они делают подобный, казалось бы, мотор-колеса, это, в общем-то, совершенно иной тип двигателя, и он гораздо дороже, он более хрупкий, и, в общем-то, менее доступный, чем то, что сегодня делает Дуйнов. Причина этому такова, что китайцы делают свои мотор-колеса на базе Bill DC двигателей, то есть это является Bill DC двигателем, так называемым. И дело в том, что в составе таких двигателей есть постоянные магниты, а уже в составе постоянных магнитов присутствуют редкоземельные металлы. Редкоземельные металлы, в свою очередь, являются полезным ископаемым, и добываются они исключительно в Китае. Так уж у нас получается. Дело в том, что Китай об этом, конечно же, знает, он прекрасно понимает, что сейчас этот ресурс нужен многим, и являясь монополистом, он не просто диктует цены на это сырье, как единственное крупное государство, которое добывает в промышленных объемах эти ресурсы, но Китай также запретил вывоз этого сырья из страны. То есть вы не можете купить редкоземельных металлов в Китае, привезти их в Россию, допустим, или сделать производство мотор-колес. Вы можете либо купить в Китае готовый двигатель, либо построить завод на территории Китая, и уже внутри Китая покупать сырье, там что-то делать, привезти в Россию. То есть, во-первых, речи ни о каком отечественном производстве идти здесь не может априори. Второе, это, конечно же, все сказывается на стоимости, и получается, что целые отрасли экономики на текущий момент зависимы от Китая, не только в плане какой-то дешевой рабочей силы, а попросту в качестве того, что в Китае есть необходимое сырье. Мотор-колесо Дуйнова лишено этих недостатков. По своей сути, это асинхронные электродвигатели, это первые в мире асинхронные электродвигатели в виде мотор-колеса. Соответственно, он гораздо дешевле, его китайских аналогов. В нем не используется никакого дорогого сырья, используется лишь медь и электротехническая сталь. Соответственно, нужно также учитывать, что мотор-колеса сделана целая линейка. Это мотор-колеса для велосипеда, это мотор-колеса для байка, это полученный патент на мотор-колеса для инвалидных колясок, и также мотор-колеса для электроавтомобиля. Они имеют все разные мощности, соответственно, они используются также по-разному. И опять-таки, если мы говорим про мощность, если мы будем сравнивать мотор-колесо Дуйнова и то, что сейчас делают китайцы, допустим, возьмем мощность 20 кВт, по той причине, что это один из популярных электродвигателей для велосипеда, из тех, что делал Дуйнов. И мы увидим, что аналогичный китайский электродвигатель, который имеет сопоставимый вес, сопоставимые габариты, будет иметь мощность 1, 2, может быть, 3 кВт, в то время как мотор-колесо Дуйнова имеет мощность 20 кВт. То есть разницу вы можете посчитать сами. При этом мотор-колесо Дуйнова гораздо надежнее, оно, ну, по поводу надежности, опять-таки, это не чья-то там хотелка или предположение, даже не только эксперименты, которые были проведены. Это, в первую очередь, просто априори самый синхронный электродвигатель, который априори надежнее Билдиси-двигателя. И именно поэтому мотор-колесо здесь не исключение, оно не боится ни грязи, ни пыли. А также достаточно высокая дальность пробега за счет присутствующей рекуперации и плавного хода, поскольку нет магнитов, нет тормозащих сил. Ну, в общем-то, со всем этим вы можете более подробно также на нашем сайте ознакомиться. Все это там присутствует. Если говорить про автомобиль, для которого мотор-колеса разрабатывались также компанией Дуйнова, это автомобиль Zeta. В общем-то, команда, которая занималась этим электроавтомобилем, для них первая версия их мотор-колес была сделана именно Дмитрием Александровичем Дуйновым. Соответственно, они привели себя отлично. Можете видео найти на Ютубе, там есть даже где Евгений Дуйнов, один из разработчиков, расскажет более подробно о том, как это было, достаточно интересно послушать. И, конечно же, электроавтомобилей было гораздо больше, и они выполнялись не только на базе различных мотор-колес, это и электроавтомобили, в которые установлен более классический, скажем так, электродвигатель. И здесь мы можем вспомнить и Рено Твизи, и Рено Кангу, куда были установлены электродвигатели с совмещенными обмотками. Также было огромное количество разных электроавтомобилей, сделанных партнерами компании, которые и литензионными обмотчиками. Соответственно, они сейчас продолжают, в том числе, это делать. Например, там, также там Андрей Лобов, один из партнеров проекта двигателя Дуйнова, сейчас там на базе двигателя Д90С, который мы делаем серийный, например, сделал квадроцикл, собственно, да, тоже может информацию найти. Ну, все, конечно, эти направления также развиваются. В других направлениях компания, конечно же, также работала. В частности, мы можем вспомнить про опытные образцы в области общественного транспорта. Это, конечно же, троллейбус, двигатель которого был также модернизирован на совмещенные обмотки «Славянка», после чего он стал не только экономичней, но и динамичней своего предшественника. Также интересно вспомнить об электровозе «Эра». Это электровоз, который возит грузы в шахтах, и до того, как в него был установлен двигатель с совмещенными обмотками, он тянул 5 вагонов с грузом. Соответственно, после установки двигателя с технологией Дуйнова, он уже тянул 11 вагонов с грузом. То есть, мощность выросла более чем в два раза. Это очень ощутимый показатель. Но здесь, как говорится, комментарии дальнейшие излишни. Видео, кстати, тоже на YouTube можете найти. Конечно, есть и те электродвигатели, которые мы производим серийно сегодня. Это двигатели до 90С и до 100С. Эти электродвигатели сегодня вы можете приобрести, причем можете это сделать, как приобретя сами двигатели, так и приобрести их в составе транспортных средств. Можно это сделать в составе электробайков, в составе электроавтомобилей. Для этого обратитесь к нашим официальным дилерам, компании Motorized Systems. Они не только могут вам продать эти двигатели, но еще оказать свое время на сервисное обслуживание. Так что обращайтесь к ним. В общем-то, вся эта работа, которая была проведена, это действительно огромный титанический труд, который проделала команда Дмитрия Александровича Дуинова. И с момента первого или успешного применения совмещенных обмоток в 1995 году, на текущий момент уже прошло 24 года. 24 года становления технологии. И, кстати говоря, многие говорят, в больше 16 лет что-то пытаетесь, у вас не получается. Друзья, я могу сказать, что для новой технологии такой срок это совершенно не много. Понимаете, когда мы говорим про новые, про двигатели нового поколения, ну, вы вспомните любую серьезную технологию. Вы что думаете? Там, не знаю, куда паровой двигатель появился, что вот так вот раз, и вы изобрели за один день? Я вас уверяю, что десятки лет шли различные испытания, исследования, только там потом его успешно смогли сделать, применить, там поехали. Так с любой технологией. И главное, что на текущий момент мы уже имеем ее завершенный вид, и мы уже говорим не о каких-то испытаниях, там, тестированиях и попытках что-то проверить. Мы говорим о действующем, конечном продукте, на котором можно зарабатывать деньги. Соответственно, когда была проведена большая научная работа, когда было сделано большое количество опытных образцов, и было большое количество компаний, которые хотели бы работать с Дмитрием Александровичем Дуйновым, заказывать различные электродвигатели для своих нужд. В общем-то, были заказчики на технологии. стало ясно, что дальше нужно двигаться по иному пути для того, чтобы технология действительно встала на правильные рейсы. Нужны инвестиции, нужно большое предприятие, которое сможет вот эти текущие заказы, которые, в принципе, уже есть, обрабатывать. Так и появилась идея создания инновационного центра, также он еще называется конструкторское бюро, инжиниринговый центр, кому как удобнее, да, и, конечно же, для такого предприятия нужны были инвестиции, и для начала были попытки договориться с одним крупным инвестором, привлечь там необходимую сумму, построить предприятие, но сделать это не удалось, и на это были ряд причин. Причины были, поскольку, в общем-то, предложения делились на два лагеря. Первый лагерь – это реализация от подобного проекта за рубежом, от чего Дмитрий Александрович Дуинов отказался по соображениям безопасности, а также по ряду идеологических причин. Вторая причина отказа в том, что многие инвесторы крупные стратегические просили очень большую долю, то есть они просили 80-90% компаний для того, чтобы не нести никаких рисков, как инвесторы. И, по большому счету, это попытка такая завладеть технологией, а потом уже подумать, что с ней делать. И Дмитрий Александрович Дуинов на это также не пошел, хотя путь достаточно известный, и многие другие разработчики идут именно этим путем, и уезжают из рубеж, и реализовывают все там, и продают свои разработки. И, например, только из-за России с момента распада Советского Союза уехало более одного миллиона человек, инженеров, ученых, которые в свое время получали патенты, получали знания именно в Советском Союзе. В тот же момент мы помним, что в Советском Союзе была сильнейшая инженерная школа в мире. И те люди, мы теперь, которые получали свое образование именно в Советском Союзе, сейчас, ну, получается, в общем-то, мы покупаем товары из-за рубежа, которые сделаны на наши патенты. И это уже такая, для кого-то казалось, безвыходная ситуация, но в действительности остаются те люди, которые делают что-то у нас, и продолжают это делать успешно. И пример такой деятельности, это, конечно, компания АССПП Дмитрий Александрович Дуинов, это пример того, что в России можно не только вести научную и инновационную деятельность, но и зарабатывать на этом. В общем-то, когда стало ясно, что без инвестиций двигаться дальше невозможно, продавать компанию либо реализовывать за рубежом никто не собирается, было принято решение привлечь инвестиции другим методом, уже известным во всем мире, и это именно метод краудфандинга, или точнее говоря, краудинвестинга. Такой формат привлечения инвестиций, когда инвестиции привлекаются не от одного крупного инвестора, а от неограниченного количества малых и средних инвесторов, когда каждый человек может проинвестировать столько денег, сколько у него есть, поддержать компанию, поддержать технологию, инновацию, и при этом это будет не какое-то пожертвование, это будет именно инвестиция, и абсолютно каждый рубль, проинвестированный в компанию, будет зафиксирован, и каждому инвестору придется доля создаваемого в бизнесе, о чем я сейчас соответственно и буду рассказывать. Для того, чтобы реализовать проект, была сделана группа компаний, каждый отвечающий за свою работу, во-первых, это уже, как мы помним, компания АСПП, присоединилась к проекту, это именно та компания, которая вела работу над совмещенными обмотками все предыдущие годы, возглавляемые Дмитрием Александровичем Дуйновым, а также это компания Solar Group, которая является инвестиционной компанией, которая как раз таки и организовывает процесс привлечения инвестиций методом краудинвестинга, и соответственно эти две компании на текущий момент являются учредителями, соучредителями компании SowellMash. Соответственно, у компании АСПП доля 40%, у компании Solar Group доля 49% и 49,5% от компании SowellMash. Компания SowellMash это именно та компания, которая реализовывает проект, она является получателем инвестиций проходимых ход инвесторов и соответственно именно в ее компетенции входит организация инновационного центра, его кураторство, его строительство, потому что конечно строит не сам SowellMash, а генеральный подрядчик и затем ведение непосредственно коммерческой деятельности, которая должна приносить прибыль инвесторов и самой компании. Соответственно, так и появился проект двигателей Дуйнова, как проект именно по привлечению инвестиций для строительства инновационного центра. Что же это за такой инновационный центр, давайте теперь разберемся, для чего инвестиции и привлекаются. Инвестиции привлекаются для строительства как я уже сегодня говорил инновационного центра SowellMash, он будет называться в честь компании реализатора проекта. Инновационный центр либо инжиниринговый центр либо конструкторское бюро будет заниматься разработкой различных электродвигателей под нужды заказчика. Что это означает? Это означает, что оно будет выступать именно в роли конструкторского бюро, именно в роли разработчика. Это не завод, она не будет выпускать конкретный мотор-колес или какие-то конкретные двигатели. SowellMash будет разрабатывать различные двигатели для различных нужд, ну соответственно для заказчиков. Как такая работа может выглядеть? Допустим, в компанию SowellMash обращается производитель бытовой техники или производитель электроавтомобилей допустим, и говорит, мне для моего электроавтомобиля нужен определенный электродвигатель с определенными характеристиками, соответственно, мне нужно его разработать. компания SowellMash разрабатывает для заказчика подобный электродвигатель, выпускает опытную партию, чтобы понимать, как подобный двигатель выпускать серийно, и уже заказчику передает саму документацию на этот двигатель, и информацию и документацию на то, как подобный двигатель серийно производить. То есть это такая постановка производства. Сейчас в мире в принципе такая услуга она востребована и в общем-то практически все продукты они не делаются какой-то одной компанией. Если мы возьмем даже тот же мобильный телефон, вы увидите, что экран у него делает одна компания, камеру делает другая компания, чит делает третья компания, а там допустим компания под тем брендом, под которым выходит телефон, там допустим компания Apple, ее задача просто собрать все в одном устройстве. Например, экран им разрабатывает Samsung. То есть Samsung здесь выступает в качестве конструкторского бюро. В качестве такого же конструкторского бюро будет выступать в LMASH, но только именно в области электродвигателя. Вопрос сколько вообще стоит подобная разработка. Подобные разработки могут стоить по-разному. Конечно, все зависит от сложности, ну допустим когда компания BMW заказала также разработку для себя мотор-колеса, компания BMW заплатила за такой электродвигатель сумму в 75 миллионов евро. Когда компания Siemens допустим для себя делала двигатель для своих нужд, сами для себя, они потратили только себестоимостью 300 миллионов евро. То есть видите суммы могут различаться. там допустим одна из тех компаний с которыми Sowelmash подписал договор о сотрудничестве и о намерениях там речь контракта идет о 30 миллионах долларов это компания занимающаяся электроинструментом. Если говорить среднем по рынку и вообще ту цифру от которой мы можем отталкиваться то эта цифра в 50 миллионов долларов это та сумма на которую мы можем рассчитывать при разработке одного электродвигателя в среднем и мы можем закладывать это в бизнес план и вовсе это предполагать как вполне реальную цифру. Вопрос много это или мало? Ну конечно для компаний которые заказывают разработку таких электродвигателей это небольшая сумма в объеме в расчете того сколько подобных электродвигателей они выпускают в год в 5 или в 10 лет. Таких электродвигателей они могут в 20 лет потом выпускать. Для нас же это очень ощутимая сумма потому что для того чтобы реализовать подобное предприятие так подобный инновационный центр нам требуется сумма в 40 миллионов долларов. 40 миллионов долларов это та сумма которая необходима для реализации проекта. И получается взяв всего лишь один заказ мы уже полностью окупаем все те инвестиции которые сейчас требуются нам для подобного проекта. То есть мы не говорим об окупаемости в годы мы говорим об окупаемости о возможной окупаемости всего лишь с одного заказа. И это предельно и предельно важно. И тут самый главный вопрос многих особенно тех кто планирует стать инвесторами я думаю что это все те кто смотрит сегодняшний вебинар они либо планируют либо уже ими являются мне это для чего это что я как инвестор с этого получу и для чего мне инвестируют и первое что я отмечу что абсолютно все деньги которые вы переводите это именно инвестиция это никакое не пожертвование несмотря на то что действительно вы в каком-то вроде не только зарабатываете здесь деньги но и помогаете развивать российское предприятие российскую экономику что сейчас для нашей страны особенно актуально. все обязательства перед инвесторами фиксируются каждому инвестору предоставляется достаточно большое количество юридических документов это договор инвестирования приложения договора также сертификат которым указано то количество инвестиционных долей которое принадлежит конкретно вам как инвестору ну и соответственно количество долей компании которые вы получаете делая инвестицию зависит от того, какая, от объема вашей инвестиции и от того времени, когда вы инвестируете. Я думаю, здесь понятно, да, в общем-то, чем вы получаете доли, чем больше инвестиций, тем больше долей компании вы получаете. Что делать с долями? И дело в том, что сейчас вы действительно получаете доли, так необходимо согласно законодательству в области краудинвестинга, но после того, как финансирование будет завершено, компания SovelMash будет менять форму собственности, и она будет переходить в форму акционерного общества. И в этот момент те доли, которые есть у инвесторов, будут обменены на акции компании SovelMash. И абсолютно каждый инвестор становится акционером и совладельцем инновационного центра SovelMash, который на данный момент мы уже, собственно, начинаем сейчас строить. Что делать с акциями? Я думаю, здесь у вас уже должно быть понимание. Первая возможность, конечно, это продать свои акции дороже. И у вас будет эта возможность по той причине, что сейчас вы покупаете долю в компании гораздо дешевле ее потенциальной номинальной стоимости. Сейчас на венчурной стадии, когда компания привлекает инвестиции, она продает свои доли гораздо дешевле. И это так называемая венчурная премия, еще это называется дисконт, которую получает инвестор за свой риск инвестиционный. И тут самое интересное, что чем выше ваш риск, тем выше дисконт. Сейчас у нас десятый этап финансирования проекта и вы можете получить дисконт, соответствующий десятому этапу. Всего у нас 20 этапов. На первом этапе дисконт был выше, но и риски были гораздо выше. То есть я думаю, здесь тоже понятно. На двадцатом этапе дисконт уже практически не будет. И, конечно, инвестировать на десятом этапе гораздо выгоднее, чем на одиннадцатом, либо на двенадцатом. Соответственно, приобретая доли с дисконтом сейчас, вы имеете возможность продать уже акции на бирже, уже по номинальной стоимости. И именно для этого компания планирует провести процедуру IPO. Это процедура публичного размещения акций компаний на фондовом рынке, то есть на бирже. И именно этим это IPO компания и планирует провести. В этот момент вы сможете свою долю продать. Конечно, никто вас не заставляет сразу продавать свою долю в компании, либо продавать все акции. Вы можете продать их через 10, через 20 лет. И это ваша частная собственность. Вы можете распоряжаться именно по своему усмотрению. Конечно, сегодня никто не скажет, сколько могут стоить акции компании Sobel March через 30 лет. Но мы можем смотреть на другие примеры других компаний. Той же акции компании Apple за 38 лет выросли в 68 тысяч раз. А акции компании Alibaba за 18 лет выросли практически в 4 миллиона раз. То есть за десятки лет акции компании, когда мы говорим про маленькую компанию, которая только начинает, когда мы говорим, что она уже становится гигантом, действительно. Это просто инвестиция тех людей, которые проинвестировали в Apple в самом начале ее взрождения. Это просто тысячи и тысячи процентов. Кто-то скажет, но подождите же, тогда же не было краудинвестинга. Да, тогда его в принципе не существовало, но также эти компании приходили к различным инвесторам. Кто-то говорил, я вам не дам денег. Кто-то говорил, хорошо, я вас поддержу. И те, кто поверили в эти компании в свое время, сейчас являются очень и очень богатыми людьми. Ну, это к вопросу такому философскому о возможностях, которые не так часто появляются, но которые нужно использовать для того, чтобы когда-то что-то в жизни получить. Это, я думаю, априори всем понятно. И, конечно, если вы не будете продавать свои акции 10-20 лет, то вы имеете возможность получать второй вид дохода, который доступен на акции. Это доход в виде дивидендов. И дивиденды, которые будут получать инвесторы, это 50% от всей будущей прибыли компании Соболмаш, которая будет распределена на дивиденды среди инвесторов. То есть это очень ощутимая сумма, и она должна позволить людям получить тот самый пассивный доход, который зачастую является той самой главной целью каждого инвестора, чтобы капитал работал именно на тебя. Вот дивиденды – это один из вариантов, когда действительно это можно сделать, и такая возможность у вас может появиться. Вопрос о том, что было сделано на те инвестиции, что пришли сейчас, и какой путь вообще компания прошла с того момента, как начала привлекать инвестиции. Инвестиции привлекаются уже около двух лет. При этом срок, за который изначально планировалось привлечь инвестиции – это три года. Поэтому все у нас в рамках изначально задумывано. Не нужно думать, что мы привлекаем деньги бесконечно. Кто-то писал, что вы уже 7 лет привлекаете инвестиции. Ну, какие-то такие странные вещи. Около двух лет. И за эти два года была проделана колоссальная работа. Во-первых, мы прошли первый, скажем так, рубеж, первую цель, которая была заложена в самом начале. Это реализация лаборатории, реализация стендового оборудования, реализация опытного участка, которые сейчас организованы на аренных площадях в городе Зеленограде. И в лаборатории, которая сейчас сделана, ежедневно идет работа. Вы зачастую можете видеть видеоролики из этой лаборатории. Там идет работа над технологией, над различными электродвигателями, которые проектируются в компании. На опытном участке производятся различные опытные партии электродвигателей, различные элементы, которые необходимы для работы. И уже на нашем стендовом оборудовании мы можем снимать характеристики из полученных моделей. И это нужно в первую очередь для того, чтобы видеть, что у нас получается по характеристикам. И, конечно, для того, чтобы сравнивать двигатели с совмещенными обмотками с тем, что сейчас делают конкуренты, чтобы видеть наглядно преимущество совмещенных обмоток с лавянкой. Когда мы говорим про основные цели компании, это все равно, конечно, строительство инновационного центра. И мы прошли очень большой путь по направлению к этому. Во-первых, наш инновационный центр будет располагаться в особой экономической зоне Технополис Москва. В 2018 году нами была подана заявка на вступление в эту особую экономическую зону. Затем она была одобрена, наша заявка. Наш проект был поддержан правительством города Москвы. И он был отмечен как жизнеспособный, как нужный и как важный для экономики столицы и России в целом. Поэтому мы получили достаточно высокую оценку от правительства Российской Федерации. И уже в начале 2019 года мы стали резидентами особой экономической зоны, государственной, обращая внимание, особой экономической зоны Технополис Москва. В общем-то, именно там, на площадке Алабышева, мы и будем строить наш инновационный центр. Затем было проделано ряд подготовительных работ, очень важных для проекта. Это описание различных договоров, это и с генеральным подрядчиком, и по рейде земли, и предпроектная всякая документация. И сейчас уже первые работы по строительству начались. И сейчас, 6 сентября, будет установлен уже паспорт объекта, о чем также все это будет показано в новостях. Я думаю, что все вы это увидите. И уже после того, как будет установлен паспорт, мы имеем право приступать к более серьезным строительным работам. Вы обязательно все это увидите. Инновационный центр будет строиться прямо на ваших глазах. И, соответственно, порядка 20 месяцев нужно для того, чтобы инновационный центр данный построить. Конечно, было проделано и большое количество различной другой работы, которая, возможно, была не столь яркая, но она не менее важна для проекта двигателя Дуинова. Конечно, во-первых, было получено определенное количество различных новых патентов, которые увеличивают интеллектуальную собственность компании. И все это нужно не менее, чем материальная собственность. Я думаю, вы понимаете, что нематериальная собственность на данный момент в мире ценится не меньше, чем материальная. Поэтому получаются и новые патенты, и готовится различная документация. Также заключены большое количество различных договоров о сотрудничестве с потенциальными заказчиками, договоров с различными другими, скажем так, партнерами. Например, с администрацией провинции Бэйхай, это китайская провинция, у нас с ними есть договор о защите наших интеллектуальных прав на территории Китая. И они на государственном уровне будут защищать наши технологии от копирайта, технологии нашей продукты, чтобы нам было проще работать на китайском рынке, который, конечно же, с точки зрения получения прибыли очень-очень интересен. Был разработан новый контроллер, в общем-то, много-много чего было сделано, о том, о чем можно рассказать. Ну, как вебинара одного не хватит, вы можете все это у нас в новостях обязательно посмотреть. В общем-то, что мне хотелось бы сказать, друзья. Инвестиции – это действительно важно. И инвестировать нужно абсолютно каждому, думать об этом и повышать свою финансовую грамотность. Нужно в любом возрасте, не поздно начинать, сколько бы вам лет ни было. И самое важное, конечно, сейчас все больше говорят о том, чтобы своим детям это прививать. Ну, а чтобы прививать финансовую грамоту с детям, нужно в первую очередь самим какие-то знания в этом направлении иметь. И сегодня в России инвестирует всего лишь 2-3% людей. Несмотря на то, что тенденция, конечно же, меняется, особенно с повышением пенсионного возраста и, в принципе, не с самой стабильной ситуацией в экономической ситуации в стране. В то же время, в той же Америке инвестируют 60-70% людей. Это совершенно для них нормально. Чего я и вам желаю. Инвестиции – это не только способ взять все в свои руки, не надеяться ни на кого. Это полезно, в принципе, для никого, для такого восприятия жизни, когда ты понимаешь, что все зависит от тебя. Но и это способ действительно достичь того благосостояния, в котором многие говорят, но, казалось бы, непонятно, как это сделать. Многие считают, что для того, чтобы быть инвестором, нужно быть богатым. Но сегодняшний мир доказывает, что нужно начать инвестировать, и тогда ты станешь богатым. То есть не наоборот. И как раз-таки такие методы инвестиций, как краудинвестинг, он позволяет инвестировать, имея даже небольшую сумму. И это может стать таким первым шагом в мир инвестиций для каждого из вас. И, конечно, изучать нужно самые разные направления. Но краудинвестинг – это априори сейчас одно из самых быстро развивающихся инвестиционных направлений в мире. Его не стоит игнорировать. И проект двигателя Дуинова является одним из лидеров на этом рынке. Поэтому обязательно присоединяйтесь к проекту. Инвестируйте. Поддерживайте проект. И наблюдайте за тем, как он реализуется. Конечно же, сообщайте о такой возможности своим друзьям. Потому что таких интересных и выгодных инвестиционных предложений, их действительно, они очень редко появляются. Возможно, это один, два, три раза в жизни, а какая-то возможность мимо вас проскочит, да, как в свое время кто-то в биткоине успел, да, проинвестировать. Ну, зато двигатель Дуинова успеете, друзья. Так что обязательно изучайте всю информацию о проекте. Спрашивайте меня, если что-то интересное. Я прямо сейчас буду отвечать на ваши вопросы в чате вебинарной комнаты. Можете их прямо сейчас в чате вебинарной комнаты и задавать. Также обращайтесь к тем, кто вам рассказал об этом вебинаре. И помните, что вы всегда можете обратиться в техническую поддержку. Номер телефона технической поддержки вы видите на своем экране. Также есть онлайн-чат, вы можете туда написать, вам обязательно помогут во всем разобраться. Чтобы вам было легче принять решение, скажем так, я вам сообщаю о том, что в конце сентября, то есть остался ровно месяц у нас до смены инвестиционного этапа. И после того, как у нас сентябрь пройдет, у нас начнут действовать уже условия 11 этапа инвестирования. Так что если вы планируете присоединиться к проекту двигателя Дуйнова, лучше это делать сейчас на тех условиях, что есть сегодня. Потому что таких выгодных условий для инвестирования уже в проекте никогда не будет. Пользуйтесь этой возможностью. Помните, что возможности в нашу жизнь приходят не так часто. И возможно это именно ваш шанс что-то в жизни изменить. Я же перехожу к ответам на вопросы. Можете писать свои вопросы в чат вебинарной комнаты. И начинаем рубрику ответов на вопросы. Хотелось бы прокомментировать вебинар, который сегодня проходил в 12 часов по московскому времени. Уже Дмитрий Александрович Дуйнов неоднократно говорил о том, что у нас планируются вебинары в новом формате. Если пропустили его, кстати говоря, вы прямо сейчас можете перейти на наш официальный YouTube канал и найти эту трансляцию. Она там есть. Трансляция получила действительно очень интересный. Уровень достаточно высокий. То есть как качество, так и монтажа. И за это отдельная благодарность Александру Судареву, который... И его команде, да, которая занималась именно настройкой этого вебинара, его технической частью. В общем-то, первое, да, о чем я хотел попросить. Пишите свое мнение, да. Пишите свою обратную связь. Возможно, вам что-то не понравилось. Пишите об этом. Пишите, что особенно понравилось. Где нужно доработать. Это первый вебинар. И, как говорится, когда что-то делаешь... Ну, первый, блин, у нас он, кстати, получился не комом. Но все равно бывают какие-то такие огрехи, которые надо обязательно решать. И обязательно это будет исправлено. Поэтому пишите. Причем можете писать не только в чат вебинарной комнаты. Вы можете это в чатах писать. То есть, и многие участники команды чаты читают. Я их читаю. Дмитрий Александрович также читает. В общем-то, все. Все это видно. Это можно писать и в чатах. Далее, да. Пишите обязательно по времени. Чтобы было понятно, удобно ли в 12 часов дня. Я, например, от многих услышал, что кому-то неудобно. Кто-то написал, что, наоборот, нормально в 12 часов дня. Давайте решим. Может быть, какое-то другое время. В целом, в общем-то, качество. Вы увидели, что качество действительно выходит на новый уровень. И я вам уже говорил, что наши вот эти центральные вебинары также будут по качеству сильно и лучше со временем. И они не стали лучше только по той причине еще, что я не дождался до конца всего необходимого оборудования, которое должно прийти ко мне. Вот у меня, Андрей, здесь лежит рекордер. Да, вот Александр Сударев меня консультирует здесь. Да, вот такой рекордер мне сегодня приехал. И он поможет качеству звука, чтобы было у нас отлично на вебинаре. Я надеюсь, что... Как микрофон вообще осталось мне только дождаться. Микрофон придет и все, я думаю, запустим. Так что, друзья, ожидайте. Я думаю, что, в общем-то... У нас вообще очень много качественных изменений. То есть скоро вы увидите новый личный кабинет. После того, как он выйдет, сразу мы его апгрейдим еще дополнительно. То есть уже знаем, что нужно поправить, исправить. Также сейчас уже делается новый официальный сайт проекта двигателя до иного. Видите, вебинары выходят на новый уровень. То есть у нас действительно сейчас такой происходит, такой качественный скачок. Потому что действительно проект, он уже прошел такие детские болезни. Уже вся команда набралась опыта. И мы действительно уже можем, мы способны задавать планку того, как нужно работать. Я надеюсь, что вы все эти изменения увидите. Так, ну, я перейду к ответам на вопросы. Пишите свои вопросы еще раз в чат вебинарной комнаты. Я начинаю читать с самого верха. Самые первые, затем... Так, перейду ко всему остальному. Так, сразу обращу ваше внимание, что сегодня Дмитрия Александровича не будет. И поэтому какие-то технические вопросы я, наверное, отвечать не стану. Вы можете задать их ему лично. В частности, это можно будет сделать в четверг. Приходите в четверг, потому что, например, человек пишет, что нужны тихоходные генераторы дощеточные. Но здесь именно Дмитрий Александрович, я думаю, это нужно... Нужно обратиться. Так, смотрю, в очередной раз много кто смотрит. Это, значит, Индия и Россия, да, еще Кыргызстан я видел. Ну, так, Молдова. Ну, и, конечно, много из России. Очень много городов. Киргизия. Казахстан. Так. Технология природная и инновационная. Тогда почему крупные инвесторы не несут к вам огромные деньги, а вы привлекаете инвестиции от физиков? В общем-то, сегодня я об этом говорил, все очень просто. Изначально с крупными инвесторами не удалось договориться. Не удалось договориться, возможно, по той причине, что подобные инвестиционные фонды, они привыкли работать в своей манере. А манера у нас, ну, к счастью или, к сожалению, в России такая, что не все крупные инвестиционные фонды видят какой-либо инвестиционный бизнес в России. Да, и когда ты им говоришь, что ты планируешь сделать инвестиционное производство, они тебе говорят, слушай, классно, все здорово, ну, давай, ну, твои риски вообще-то ни к чему, давай мы все купим, и мы уже там потом подумаем вместе с тобой, ты будешь топ-менеджером, да, там, мы уже подумаем, как это реализовать. Либо предлагать реализовывать за рубежом. То есть это реалии. И многие, кстати, говорят, что, может быть, это не так, да, вот вы об этом говорите, а как там узнать, что действительно так оно и есть. Я могу вам сказать, что есть огромное количество российских разработчиков, в которых интервью я видел, которые говорят все одно и то же. Вот, знаете, кому-то все сговорились. Но вот у всех одна и та же проблема, почему русские люди, которые занимаются инновациями, не находят денег. Не потому что их нет, а потому что их либо просто предлагают купить, либо говорят, слушай, давай с нами там в Европе или там в Китае все сделаем. Сейчас же ситуация совершенно иная. Сейчас у компании есть лаборатория, у компании есть, значит, компания является резидентом особой экономической зоны, у компании есть деньги для реализации своих идей. И сейчас крупных инвесторов и людей, которые хотели бы проинвестировать уже достаточно много. При этом у нас, ну они нам попросту не нужны, у нас есть один крупный стратегический инвестор, с которым у нас заключен договор о дофинансировании. И в случае, если мы не сможем привлечь инвестиции с помощью краудинвестинга, который мы сейчас привлекаем, мы воспользуемся этими деньгами. Поэтому они у нас есть, да, просто изначально они не хотели с нами работать на тех условиях, на которых предлагал Дмитрий Александрович Дуйнов. Сегодня уже они нам не нужны. Да, у нас есть инвестор, пожалуйста, мы его деньги можем взять в случае необходимости. Так. Почему так мало участников? Сейчас 63 побед, 160 доходило. Александр, ну во-первых, это вебинат для новичков. Сюда, в принципе, ну, наверное, как мне кажется, приходят в основном новички. Да, ну по статистике оно так и есть. Я хотел сказать, что, наверное, не должны приходить те, кто уже давно в проекте. Но на самом деле тоже не так, потому что те, кто в проекте давно, должны служить презентацию время от времени, чтобы не забывать какие-то моменты. И многие также и своим людям презентуют проект в дальнейшем. Ну, какая-то новая информация появляется. Вообще, мы со следующего четверга от ближайшего тоже, я думаю, перейдем на YouTube. И там будет больше просмотров по той причине, что туда легче зайти. И у нас сейчас получается очень сильно расконцентрированный вебинар, который шел сегодня в 12, он шел только на YouTube-канале. И все пришли на YouTube-канал. Этот вебинар идет у нас сейчас сразу и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и на двух YouTube-каналах, и здесь, и в Фейсбуке. Ну, очень много где идет, соответственно, все не заходят в эту вебинарную комнату, ну, просто в этом смысла нет. Сейчас посмотреть, там, ну, много людей также смотрят где-нибудь на официальном канале на том же. Вот, если бы у нас только в одном месте вебинар шел, когда у нас шел вебинар только в одном месте, то и только в вебинарной комнате, у нас не было ретрансляции на YouTube, ВКонтакте, у нас рассмотрело там около 300 человек. Помните, даже когда мы не могли влезть. Когда мы уже поняли, что лимит у нас комнаты не позволяет больше 300 человек помещать, мы сделали ретрансляции. Люди как бы рассосались и смотрят то, где хочет. Ну, примерно так. В общем и целом, если смотреть по трансляциям, ну, если в общем смотреть, то нас смотрят по разным, там, в разные вебинары от 350 до 500 человек. Где-то вот так у нас в прямом эфире сюда находятся. Вот видите, Сергей Мазин говорит, что просто Дмитрий Александрович более популярен, чем Павел. Так, вижу еще опять вопросы по технологии. Говорю еще раз. Вопросы по технологии это все к Дмитрию Александровичу Довинову. Добрый вечер. В последнее время в Муадре звучит один и тот же вопрос от иностранных инвесторов, в основном из Индии. Мол, ходят слухи, что после 2019 года краудинвестник будет закрыт. И далее они не смогут продолжить ни инвестируют, ни приглашают новых инвесторов. Прошу прояснить ситуацию. Спасибо. Алис, не совсем понимаю вопрос, для кого он будет закрыт после 2019 года. Не совсем понимаю. То есть, если бы вы мне дали более ясную информацию, где он будет закрыт, в Индии, в России, в мире, скажем так, что я мог что-то прокомментировать, не нужно понимать, от какой информации отталкиваются те люди, которые свободны спрашивают. Я могу вам сказать, что сейчас, на данный момент, мы работаем в международном юридическом поле. И я не знаю ни одной страны мира, на данный момент, где краудинвестинг был бы запрещен. Ну, понимаете, краудинвестинг это, скажем так, такой вид инвестиций, который сейчас так активно развивается. И он регулируется во многих странах, да, и, ну, запрещать, ну, как-то странно. Не могу прокомментировать. Я не думаю, что такое будет. Тем более, еще раз, ну, если брать там компанию, именно Solar Group, да, то мы работаем по международным правам. То есть, у нас как-то там запретить нам работать, например, на территории Индии, ну, такого не может быть. Здравствуйте, Павел, у меня вклад открыт до декабря. Будет ли возможность в декабре увеличить пакет? Леонид, вы имеете в виду рассрочку, да, у вас открыта рассрочка. Я пока вам не могу точный ответ дать. Будет ли до декабря такая возможность? Пока ответить не могу. До конца десятого этапа она точно будет. Так, Виталий, так я понимаю, из Германии, спрашивает, они отожмут ли у нас наш бизнес? Виталий, ну, я могу вам сказать, что Дмитрий Александрович неоднократно рассказывал, что он управлял различными предприятиями, в том числе в 90-е, когда отжимали бизнес, скажем так, гораздо чаще, чем сейчас. И рейдерские атаки, точнее, их опыт, опыт в том, как отбивать эти рейдерские атаки у Дмитрия Александровича присутствует, что уже немаловажно в этом вопросе. Что касается, в принципе, рейдерских захватов и отжимов бизнеса, вы должны понимать, что мы находимся на территории особой экономической доны, государственной. И мы уже на данный момент под некой такой защитой нашего государства. И как можно вообще отжать подобный бизнес? Вы должны понять, что бизнес, который создает Дмитрий Александрович Дуинов, он полностью завязан на людях, на инженеров. То есть это не завод, где можно запустить конвейерную линию и штампуют себе какие-нибудь двигатели. То есть кто-нибудь пришел, сказал Дмитрию Александровичу, все, иди, мы этот бизнес отжали. Дмитрий Александрович ушел со своей командой, а дальше что? Понимаете, что невозможно без людей, без опытных инженеров вести разработки электродвигателей. Это уровень немножко другой. Поэтому отжимать, ну здесь попросту нечего отжимать. Ты же мозги не сможешь отжать, правильно? Ну поэтому здесь попросту это невозможно, как минимум даже исходя из того, что отжимать стены. Добрый вечер, на прошлом вебинаре прозвучал очень адекватный вопрос по поводу возможности увеличить пакет только тем, кто не закрыл рассрочку. Значит те, кто уже тянет резину огромный, имеет огромный бонус, а кто сразу проинвестировал, лишен этого. Дмитрий Александрович взял на заметку этот вопрос и хотел бы уточнить, будет ли возможность закрывшимся пакет его увеличить. Анна, у меня нет ответа вам сегодня. Я надеюсь, что он будет у меня в четверг. Я надеюсь, что в четверг вам ответ дам. Я вот Дмитрий Александрович спрошу тогда по поводу того, чтобы говорить, что он на заметку взял. Ну вообще этот вопрос стоит достаточно остров уже давно. Добрый вечер, Павел, а вы не изменились? Голос и информация как пять лет назад. Могу ошибаться, может больше. Скажите конкретно, за это время могу я курить у вас это колесо? Наверное, к нам купить. Александр, ну очень интересный такой вопрос, странный. Мне нравятся те люди, которые приходят и говорят, а что вы уже пять лет инвестиций привлекаете? Сколько можно вебинары, семь лет там ведете, девять лет инвестиций, ну кто что говорит? Ты думаешь, откуда человек это берет? То ли специально говорит просто, то ли действительно что-то путает. Ну начнем с того, что, естественно, пять лет назад я вебинары в проекте двигателя Дуинова не вел. Во-первых, в проекте двигателя Дуинова не было. Пять лет назад никаких инвестиций не привлекалось. Я пять лет назад даже еще и не слышал о Дмитрии Александровича Дуинове ни разу. Занимался совершенно иными делами. И, так, сейчас, вот, совершенно иными делами занимался и вопрос, значит, странный. В общем-то, инвестиции мы привлекаем только два года. И за два года сделано очень большой объем работы. Мотор, колесо купить сейчас нельзя, да? Но, опять-таки, и пять лет назад, скажем так, в вебинарах по мотор-колесу не вели. Но можно купить другие двигатели с умещенными обмотками. Вы можете это сделать. Да, 90С, да, 100С. Пожалуйста. Тут вопрос удалил. Зачем вы просто удалил? Я на него отвечаю, вы его удаляете. Вот, уважаемые модераторы. Зачем вы так делаете? Ну, я просто уже не помню. Хотел еще что-то прочесть. Ну, провокационный вопрос, а что такого в этом? Если бы, как говорится, мне бы давали по доллару за каждый провокационный вопрос, который мне задают по проекту двигателя Дуинова, мы бы уже давно проект дофинансировали. Ну, в общем-то, вопрос непонятный к чему. Пять лет назад, конечно, их вебинаров не было. Так, Павел, почему была так? Не понял. Ну, наверное, к тому, что я говорил там в презентации, да? Так, по поводу, Вероника спрашивает снова по поводу ребенка, по поводу оформления долей на ребенка. Вероника, вопрос этот прорабатывается. Я, опять-таки, не могу вам сказать точность сроков. Мне еще юристы их не назвали. Я еще раз сегодня после вебинара у них узнаю и надеюсь, что в четверг я смогу вам ответить. Вот еще раз, да, вот, периодически мы сейчас, в последнее время, часто на вебинарах спрашивают несколько, да, вещей. Первое, это про оформление долей на детей, а второе, как раз, про увеличение пакета тех, кто уже закрыл пакет. Я вам на это не отвечаю, потому что, ну, естественно, я подобное решение не могу сейчас принять единолично. Я эти ваши вопросы выношу на обсуждение и уже эти решения принимаются, да, коллективно. Соответственно, что касается долей на ребенка, это тоже зависит не от меня, ну, зависит от юристов. Поэтому пока мне юристы не скажут в четких сроках, когда это будет реализовано, я вам не смогу точно ответ дать. Но я про это помню, когда у меня будет информация, я вам сообщу. Когда закончится привлечение инвестиций? Константин, здесь зависит все, в том числе от вас, поскольку проект, он именно народный, и в проекте присутствует партнерская программа, благодаря которой вы можете помогать привлечению инвестиций. И, соответственно, если вы будете прикладывать усилия, да, ну, проект будет финансирован быстрее. Не будете прикладывать, значит, будет финансирован медленнее. Ну, опять-таки, это, конечно, не только делать для того, чтобы ускорить там процент включения инвестиций, но это делать в том числе, потому что на этом можно зарабатывать. Многие люди действительно делают из этого бизнес вместе с компанией. Так, если говорить про цели, которые компания перед собой ставит, то это 3 года. За 3 года должны быть привлечены все необходимые инвестиции. Инвестиции мы начали привлекать в середине 2017 года. То есть, прошло 2 года. Павел, добрый день. Можно сделать функцию продления пакета по тому же этапу, что покупался хотя бы для участников клуба? Сергей, я так понимаю, речь про закрытый пакет. Я уже, уже вопрос задавали выше. Я надеюсь, что... Надеюсь, что в четверг дам вам информацию по этому вопросу. Что будет, если не соберут навеститься за 3 года? Что будет тогда? Евгений, очевидно, что если за 3 года мы не уложимся, значит уложимся за какой-то более длительный срок. Но нам нужно помнить, что во многих делах важен вектор, который ты выбрал. И если ты идешь в верном направлении, рано или поздно ты дойдешь до своей цели. Но я думаю, что здесь за 3 года и даже раньше мы уложимся. Как сделать платеж по инвестициям? Александр, обратитесь в техническую поддержку. Они вам расскажут, что куда нажать. То есть техническая поддержка это либо номер 8800, он есть в личном кабинете, либо онлайн чат. Так, разрешите до конца 10 этапа оформить еще один пакет по тому этапу, когда оформляли первый. Если я заходил на первом этапе, пакет выплатил, а новый взял бы с удовольствием, также по дисконту первого этапа. Пусть будет небольшой бонус для всех. Евгений, я вас услышал. Вообще сейчас очень много говорят о том, чтобы дать возможность выгодно инвестировать тем, кто уже сделал свою инвестицию. Поэтому сейчас этот вопрос будет рассматриваться. Что вам мешает Китаю скопировать вашу технологию? Сделать пару изменений, чтобы обойти патент и клепать их на своих огромных производственных ресурсах? Сергей, во-первых, у нас есть партнер, который защищает нас от копирайта. Это правительство провинции Вэйхай, достаточно крупные китайские провинции. И мы на уровне администрации, на уровне правительства с ними работаем, сотрудничаем, и они взяли на себя обязательство защищать нашу технологию на территории Китая в том числе от копирайта. Но, как говорит сам Дмитрий Александрович, единственный способ, верный способ от копирайта избавиться, скажем так, его обойти, это именно быть на шаг впереди тех, кто пытается тебя скопировать. Потому что абсолютно любой успешный продукт рано или поздно будет пытаться копировать. И твоя задача быть лучше, чем те, кто пытаются быть как ты. Да, копия, она всегда хуже оригинала. В тот же момент вы должны понимать, что для того, чтобы что-то скопировать, что-то украсть, нельзя просто посмотреть на глаз и сказать, так, ну я примерно понял, сейчас я сделаю то же самое. Китайцам для того, чтобы скопировать какую-то технологию или двигатель, им как минимум нужно получить доступ к документации. Доступ к документации можно получить только придя, приехав там сейчас в Собвелмаш, допустим, выкрав эту документацию, да, и ее в Китае там как-то применить. Но на данный момент, поверьте, все в Собвелмаш это понимают. И никто никогда подобную ситуацию не допустит. Сейчас в Собвелмаш и с сотрудниками подписываются договора определенные о неразглашении и прочее. Также там огромное количество камер, там несколько слоев охраны, и что-то украсть оттуда, ну, попросту не представляется возможно. Так что мы сильно защищены, но главное наша защита, это именно то, что мы на шаг впереди тех будем, кто будет нас пытаться копировать. Дмитрий Александрович уже говорил, что уже есть наперед на работе. 10 этапов осталось умножить на 2 месяца, пусть это 2 года. Не совсем понял, Игорь, ваш вопрос. Уже открыта регистрация на конференцию. Сергей, регистрация не знает, открыта или нет. Посмотрите, сегодня выйдет новость. Сейчас я чуть позже об этом скажу. Сейчас я вопросы зачитаю. Так, посмотрю сейчас. Да, регистрация открыта, друзья. Можете регистрироваться на мероприятие. Так, на все вопросы автомат так ответил. Сейчас я смотрю по регистрации. Да, смотрите новости. В общем-то, сейчас у нас 2 главных события, которые нас ждет. Мы должны об этом помнить, как инвесторы проекта. Первое, это наша конференция, которая пройдет 21 сентября 2019 года. Это будет вторая международная конференция проекта Двигателя Дуйнова. Это будет самое масштабное мероприятие в жизни проекта Двигателя Дуйнова. У вас будет возможность на этом мероприятии, то, что и было до этого, это, во-первых, познакомиться с инвесторами и партнерами проекта Двигателя Дуйнова. Там будет очень большое количество инвесторов, там, это сотни. В прошлый раз у нас было более 500 человек. У вас будет возможность ознакомиться и лично увидеть большое количество разработок Дмитрия Александровича Дуйнова. Это различные байки, электроавтомобили, электродвигатели с совмещенными обмотками «Славянка». Это возможность познакомиться с командой 1002MH, с ее представителями, которые будут присутствовать на этом мероприятии. И каждому пришедшему, конечно, будут различные бонусы запрещения данного мероприятия, которые ваши будущие инвестиции также, скажем так, будет плюс на ваши будущие инвестиции. И самое интересное, что данное мероприятие пройдет на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». И у каждого из вас, кто приедет на данную конференцию, будет возможность своими глазами увидеть начало строительства нашего инновационного центра. Я думаю, что ради этого стоит действительно приехать в Москву, ради этого стоит посетить данную конференцию. Я вам всем рекомендую это сделать и воочию увидеть наш будущий инновационный центр. Так что, друзья, не самый инновационный центр, скажем, место, где оно будет строиться. К тому моменту уже паспорт, объекта будет установлен, можно будет почитать, что строится, когда начало, тогда конец, как у всех зданий, которые строятся на территории Российской Федерации. Также вам напоминаю, сообщаю, что в конце сентября, после того, как пройдет конференция, это случится 30 сентября, произойдет смена инвестиционного этапа. Мы перейдем на 11 этап финансирования проекта, и уже с 1 октября 2019 года проект перейдет на 11, уже начнут действовать условия 11 этапа инвестирования. И тех условий инвестирования, которые есть сейчас, на 10 этапе уже никогда не будет. Так что, если вы планируете приобрести дополнительный пакет инвестиционный, или же планируете стать инвестором в первый раз, рекомендую вам это делать в течение сентября, по той причине, что таких выгодных условий для инвестиций уже в компании не будет. На этом я буду заканчивать, друзья. Приглашаю вас на наш следующий вебинар, который пройдет в четверг. И этот вебинар, на нем я более подробно расскажу и о конференции, и о смене этапа, и обо всех тех самых важных новостях, которые произошли в проекте двигателей Дуинова за последние дни. На этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за присутствие на сегодняшнем вебинаре и до новых встреч.